Коммунальное предприятие Горзелентрест продолжает уродовать одесские улицы. Но даже эту варварскую задачу коммунальщики не в состоянии решить до конца. После массового уничтожения деревьев остаются кучи мусора. Улица Большая Арнаутская подверглась агрессии специалистов Горзелентреста дней 10 назад. Как и на соседней улице Осипова, здесь превратили в обрубки все деревья. Зрелище отвратительное. Как утверждают коммунальщики, они используют европейский опыт. Хотя никто не даст гарантии, что у старых деревьев после такой обработки хватит сил восстановиться. Если нет, они погибнут. Но это, видимо, устраивает зелентрестовцев. Дрова стоят дорого, и тогда их можно будет вывозить эшелонами. Уже сейчас еще недавно зеленая и тенистая улица напоминает огромный склад дров и хвороста. И дело не только в том, что эти кучи портят вид улицы. Представьте, сколько пожарных машин понадобится, чтобы потушить костер длиной в несколько кварталов. Тогда остатки деревьев уже точно сгорят, а возможно пострадают и ближайшие дома. Мы видим непрофессиональное действие нашего горзелентреста. Вот спилили кучу деревьев, испортили нам одесситам нашу зеленую зону. Теперь летом будем ходить по жаре. Конечно, это одно слово, варварство. И того, кто ответственен за этот беспредел, надо привлечь, конечно, к ответственности. Как это делается в Евросоюзе, в той же Германии. Там это решается быстро. Но у нас, мы как видим, закона нет. У нас царят понятия в нашей стране. Деревья, они освежают воздух, а так как это город, их нужно как можно больше иметь. А тут наоборот. Это мусор и неприлично для города, особенно для Одессы, который туристический город. Отрицательное мнение. Изуродовали улицу. А то, что неубранные ветки, это вообще недопустимо. Очень плохо работают у нас коммунальные службы. Когда же нужно спилить действительно опасное дерево, зелентрест пальцем не пошевельнет. Тут же на углу Большой Арнаутской и Канатной растет старый покосившийся тополь. Если он упадет, крыша небольшого дома через дорогу разлетится по кускам. Могут пострадать и люди. Уже неоднократно жители писали в город зелентрест, чтобы его спилили, что сделали, потому что ветки падают постоянно, провода падают. Значит, на что нам они ответили, что он растет правильно. Ну, добавили так, что если вы нам дадите деньги на вышку, то тогда мы решим этот вопрос. Для чего существует коммунальное предприятие «Гозелентрест» и на кого работает? Явно не на одесситов. Вместо того, чтобы регулярно подрезать деревья, их калечат и пускают на дрова. И даже вывезти продукты своей позорной жизнедеятельности вовремя не могут. Не важно, что шеф городской команды Алексей Костасев ушел. Его люди остались на хозяйстве. Пока остались. Александр Виноградов, Руслан Акаев, телекомпания КРУ.